Продолжение следует... Продолжение следует... Уши... Голова у нее такая гладенькая, должна быть красивая. И вот... Мне вот она все кажется, что эта собака должна быть именно с черными пятнышками. Вот этими... Быстрее вот так... Черные пятнышки. Главное уловить то, что она появилась в Imaginary. Вот этот образ. Пока он не улетел. Потому что иногда, пока воображение есть, вот ее вообразила собаку, и она какое-то время есть. Иногда потом мозги могут отключаться, а они чаще всего внимание отключаются, внимание уходят. И поэтому главное уловить, потому что пока сознание помнит образ, который она выбрала как красивый. А это у всех одинаково работает. Сознание найдет самую красивую картинку, а потом оно может уже зарыться. Потому что запас образа чаще всего большой. Вот так много уловил детали, которые померещились сначала. Первый выбор чаще всего самый лучший. Это будет ее токафоновое пятно. Вот ушки. Естественно, когда ухо начинается от сюда, и здесь у него будет шерсть, а здесь она под своей тяжестью. Здесь будет, вес есть даже у легкого предмета, и здесь волны будут более гладкие, а внизу они будут пудрявые. Даже если это все равно ухо, а ухо будет только шерсть. Ну, шерстью у него максимум такой длины. А здесь она внизу, они обычно более пудрявые бывают. Пудряшечки. Я хочу ее нарисовать на планшете. Не то, чтобы показать ее сточительство, а то, что мне потом этот планшет понадобится для другого проекта. Пудряшки. Просто обонариваются эти пудряшки. Потому что говорят, когда вот так вот кля-маля, вот такие вот круговые движения, оно некрасиво. Так можно рисовать только африканские пудряшки, когда вот так вот кружочками. А вот собаки волосы немножко другой структуры. Кажется же постоянно прыгать. Ну вот говорят, правила вот есть, от общего к частному, а потом обратно от частного к общему. Они все остались уйти out of standards. И подумали, здесь вот, подчеркал здесь, подчеркал здесь. Прыгать, прыгать, прыгать. Вот, как... Я видела это у нас на Кавказе, такой вот, и туда же вот страны арабские. Там вот есть такой овощ, если тут называется бешеный огурец. Вот он внешне как обыкновенный огурец, а когда он созревает, ну, значит, сам плод этот, нормальный видом как огурчик, он отваливается, и начинает прыгать, и бешеный так вот разбрызгивает семена, потому что у него получится давление около полутора до двух атмосфер, давление большое. Поэтому огурец, хочешь, и семена были очень везде далеко, и было много огурцов, быстро росло. Вот. А семена у него появится много. И он называется бешеный, из-за того, что он прыгает, из него вылетают семечки с большой скоростью. Он называется бешеный огурчик. И вот он на Кавказе очень, ну, немножко редко растет, но его для забавы высаживали, так вот народ попугать. А в арабских странах он часто такой есть. И вот я тоже такой прыг-прыг-прыг, прыг-прыг, прыг-прыг, и там моя техника рисования очень удобная. Такая же техника, вот ее вся, мои друзья называют техникой бешеного огурца. Когда из них начинают потом их применять для блюда, есть такое специфическое, это вот у меня друзья некоторые, они были в Афганистане, приезжали, и там вот говорят, что бешеные огурцы они и варят, и жарят, и перетирают. Но у них такое, получается, специфическое блюдо, очень острое и вкусное, на их вкус, но пахнет довольно не стиранными носками, но считается экзотикой. Вот это бешеные огурцы. И вот как я рисую, то там, то сядут. Мои друзья всегда говорят, что на технике бешеного огурца. Может быть. Здесь вот будут прядочки. Потому что этой собаки, мне всегда тут черная цвета порода, особенно, что кажется, что у нее уши как прическа. Особенно, когда собака женского рода, у них прическа такая заранее есть. Какое-то специфическое очарование. С детских лет я привыкла сидеть на кромышке, спила. Еще с тех пор, когда я ходила в школу, была маленькая. Всегда хотелось удраться в школу. Ну, многим хотелось удраться, конечно. Он был ко мне, а привычек осталось через годы. в школу. Уху. Когда хочешь начать прядку, просто повторяешь одно и то же движение, но его, именно этот кусок, именно этот размах, вот такая волна, можно повторить, но вот только в другом месте. Вот так же здесь. Одинаковой длины, одинакового размаха повторять не стоит. Тут будет как фотошапная накладка. Где-то покруче загиб вот этот. На Кубани говорят не сгибать, а загинать. Поэтому загинать это то же самое, что и согнуть. Вот именно сгиб волны и сгиб. Загин. Загин назывался у нас. Я вас с детства помню. Мне многие друзья нравятся Кубани очень. И вот оно так красиво, чтобы оно было именно волны. Вот эти именно волны. И сама вот эта волна, она должна идти ровненько, аккуратненько. Главное здесь, когда чем ближе к окончанию, тем стараешься делать аккуратнее. А когда только идёт первый штрих, чтобы только показать мне, что ухо будет отсюда до сюда. Тут можно не совсем аккуратно стараться, но главное чтобы быстро. Раньше, когда я только начинала работать на темы космических рисунков, галактики эти все эти рисовать. Мы делали на скорость. Можно ли рисовать галактику за две минуты? Можно было. Я в спорах таких выигрывала. Вот. Нормально спроще. Штриховка это вот такая. Какой-то красит. Здесь правило штриховку делать под углом 90 градусов, штриховать. Потом сейчас вот так вот, чтобы эти цветы в другую сторону. Я вот этого стараюсь не применять. Хотя это в художественных школах так учат. Карандаш быстро окончается. А это, кстати, вот на Хэллоуин, даже специально на праздник, специально даже карандаши красят тыквами. Вот тыквы смеются, да? Это забавная штука, да? Тыквы смеются. Такой цвет сделали как раз. Вот сиреневый цвет голливудских сплетен. Такая заметка. Вот. И в ночь на Хэллоуин все сплетни поднимаются, и образы, сказанные в сплетнях, оживают и приходят. Вот. Специфика. Забавно, да? Вот. 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 Я сейчас здесь, естественно, такая мягкая волна, потому что у собаки у них такая шкура мягкая. Ну, не как персидский кот, но близко к тому. Для упора можно, кстати, один палец только поставить, самый мизинчик для упора. Здесь вот выставить вот так. Маленькие волны. Чтобы были маленькие и аккуратненькие. Вот. Вот. Это будут ушки. Здесь будет шкурка. Потому что, когда мне говорили, что штриховать абсолютно неправильно, когда ты хочешь так вот, как забор красить. Но иногда это можно использовать, когда делаешь наметку. Вот. Вот. Здесь вот у собаки будет начаться уже грудинка. А вот здесь вот будут лапки. Вот. 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 Мордочка будет тёмненькая. Чтобы это вот классический элемент породы. Чтобы именно показать чистопородность. Оно именно. Вот. Мордочка должна быть вот так вот. Ушки чёрные. Вокруг глаза тоже идёт чёрная. И сама вот эта вот мордашка. Перёд мордашки тоже чаще всего чёрная. Здесь такие маленькие усы у неё. С той стороны не видно. И нос у них чаще всего чёрный. Мне говорили, что это чистота породы. Именно чёрный нос. На этот уровень мы возьмём! Вот металл на рюк. Там уйд wurde второе пятнышко. Есть кровный нос. Нос тоже может быть ровным. Если горбатый, значит показывать породу нечистую, а именно ровный такой, изящный, профший такой. Вот если будет белое пятнышко. Причём, когда у собаки есть такая шишка, не просто плоская, голова ровная, а такая шишка, значит, что она особо умная. Я такое слышала от тех, кто собак разводит на продажу. Вот ещё один кончился, я вот всегда говорю, что надо рисовать предмет, который обычно движется, его рисуешь по воображению. С фотографией не стоит, по воображению лучше. А с натуры лучше всего рисовать тот предмет, который двигаться никогда не будет. Ну, как вот панораму города, например, или панораму леса, она не двигается. А вот собака бы не усидела так внимательно смотреть, чтобы я её рисовала с натуры. Собака бы не усидела. Даже если рисует достаточно быстро, она всё равно, так она не просидит, она всё равно будет шевелиться как-то, куда-то сдвинется. Глаза у неё коричневые, но пока она была рисовать чёрное пятно. Вот здесь чёрное пятно. Вот наши глаза в глазах у неё были внимательные, смотрели на одну точку, поэтому здесь вот если у неё бликов обычно два. Не знаю, почему-то у людей один блик в глазах будет, а собаке почему-то чаще всего два. И это замечал, я не знаю, почему они так блестят, интересно, эффектные. Вот. И главное, чтобы у глаз не получился птичьим, я не говорю, тем же аккуратненький. Тогда взгляд будет концентрироваться вот в одну сторону, но птичьим не будет. В чём отличается, что здесь вот у птицы вот чёткий вот этот вот именно как подвод, как косметик, а у собаки такой чёткой нет. Вот так вот. Ну, уже почти скетч такой уже близко к завершению. Это будет скетч, потому что если рисовать такой на бумаге, ее можно продать долларов, ну, самое большее, 15. Но я бы этим заниматься не хотела. И вот этот накануне у меня есть специальный проект. Скоро будем видеть, для чего. Вот. Ну, проект у нас с ручки заканчивается. Главное осталось подчеркнуть, где будут темные пятна, где темный, где светлый. Здесь будет спинка решить, и здесь беленькая. Кончился. Мне, кстати, был один друг, который мне говорил, что когда я рисую, иногда кажется, что карандаш и делает с собой музыку. Это он сочинял когда-то, это была соната Серебряных Лун, Королевство Серебряных Лун. Он сочинял, как раз, это соната, который он почему-то играл и на бас-гитаре, и на пианино. Не знаю, как это может быть. Воображение всякое бывает, главное, чтобы было творчество. Потому что вдохновение, вдохновение может прийти хоть от чего. Как вот эта собака. Она имя инженерия, она просто память, которую я собаку когда-то где-то видела на каком-то дождь шоу. Скорее всего, я этот рисунок, когда-то будет закончен, я этот скетч применю, а потом, когда эта картина будет закончена, это будет подарок кое-кому очень дорогой мне личности. Вот говорят, сатанисты никому подарки не делают. Вот я поэтому скажу, что вот это неправда. Я сатанист, и вот эта картина будет подарок очень дорогому человеку. Мы такие же живые люди, мы даже еще, может быть, более живы, чем другие, кто живет в неведении и кто все отрицает. Чем больше отрицаешь, тем больше не можешь получить. Те, кто слишком много отрицает, тот не готов ничего принять. А чем больше даешь, тем больше ты можешь получить. А принцип религии, это никому не важно. У всех своя свобода выбирать веру. То есть веришь хоть во что, потому что главная самая идея была, именно идея дарить, когда ты даришь, ты готов и получать. То есть уже есть пустое место. Подарил что-то, есть пустое место принять новый подарок. А то, что религия, каждый имеет свое право выбирать. И у каждого есть свои причины выбирать даже парадоксальные религии. А это вот мне дарят мои друзья. Мне вот поэтому дарят, я тоже им что-то дарю. Я когда делала только открытие моей фирмы, я заказала тысячу ручек, такие же тоже с флагом, оформление было, такие же. И я им подарила как раз всем моим друзьям, первым покупателям рассылала ручки с логотипом моей компании Амейнер. А собака это будет подарок одному очень хорошему человеку. Личности, которая как-то мне очень дорога. Ну, это не мой новый у вас любимый, и не кто-либо из моих друзей, ни Алекс, ни моя дорогая Миря, и не те, кого все знают с Майспейс, с Фейсбука. То есть, этой личности там не найдете, пока это мой большой секрет. Я просто хочу сказать, чтобы развеять миф о том, что сатанисты такие жмоты, никому ничего никогда не дарят. И скетч уже ближе к завершению. Ну, пока до новых встреч. Этот скетч уже почти закончен, а дальше продолжение будет в другом видео. До новых встреч!